Приветищи! Это Трейлмейкерс или конструктор в затерянном космосе. Ну мы не совсем в космосе, а на затерянной планете. И здесь мы собираем металлолом, вот этот вот светящийся вот там вот желтенький металлолом. Ну и сейчас не об этом. Дело в том, что в прошлой серии я спросил вас, сделать ли нам Бэтмобиль. Большинство комментариев было завсек, говорили, да-да-да, давай делай. И короче вот, вот что у меня получилось. Сильно меня не ругайте. У меня еще открыто всего лишь 30% деталей, и поэтому у меня получилась такая, ну, говномашиночка. Хотя, в принципе, слушай, я бы на такой погонял тоже. Вот так вот она выглядит. Сейчас тебе покажу. Вот такая вот штучка, вот такая наша конфеточка. Ну, насчет схожести с Бэтмобилем, конечно, сложно мое творение сравнить с настоящим оригиналом. Но это, скажем так, реплика. По крайней мере, у меня хотя бы поднимается спойлер, смотри. Хе-хе-хе. Ну ладно, это совсем уж просто. В общем, в тачке стоит три двигателя, которые тащат ее. Потому что тачка у нас 400 килограмм весит. Это очень тяжело для такого конструктора. Но, тем не менее, тачка очень хорошо поворачивает. За счет вот этих вот крутых колес я могу теперь очень круто заходить на виражи. Буду на ней рассекать, когда не нужно будет собирать мусор. Короче, пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу моего Бэтмобиля. Также не забудь поставить лайкос. Ну и, конечно, не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан, обязательно подпиши. А то пропустишь много всякого интересного. Ну, а мы начинаем с тобой сбор металлолома. Единственное, что нам нужно сменить тачилу. Я уж было хотел сказать, берем нашего муравья и вдруг подумал. Муравей, конечно, наш хорош. Но, может быть, мы сделаем с тобой погрузчик? Вот который ездит по магазину, достает палеты, коробки огромные. А что, неплохая идея? Короче, вот это все мы удаляем. Ну что, давай посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот чудо-штуха. Вместо ковша... Ээээ, подожди. У подъемника у него уже не ковша, у него типа такие вилы. Две палки торчащие. Ну, короче, вместо них у меня вот такие две клешни. Сейчас покажу, как они работают. Короче, подъезжаем к цели. Наши клешни подбирают это все дело. Вот так вот, хоп. Подбирает, подымает. Клешни схлопываются. И все это наверх вот так подымается. Ну, в теории должно работать. Сейчас проверим все на практике, как это все пойдет. Значит, подъезжаем к нашему первому камушку. Вот он. Надо грамотно прицелиться. Оп. Ковшик наш опускается вниз. Вот так вот. Теперь подымает. Ай, тихо. Подымаем. Ну, в принципе, уже можно ехать так. Но на всякий пожарный мы поднимем этот кусок металла повыше. О, да. И доставляем это к нашему дрончику. Плоский соединитель. Хм, таких у меня раньше не было. Плоский соединитель еще один. Смотрю, какой длинный. Для чего уж они эти соединители нам понадобятся. Блин, эта машинка похожа на Валли. Со своими маленькими ручечками собирает металлолом. На заброшенной планете. Ну, ладно, ладно, не на Валли. Но что-то все равно есть такое. Короче, мы здесь металлолом весь собрали на этом островке. Нужно двигаться дальше, вот на этот островок. Или вернуться и достать, попробовать вот эти вот. Давай посмотрим, какое расстояние вот здесь. Можем ли мы туда перебраться как-нибудь простенько. Здесь огроменный обрыв, но есть трамплин. Давай попробуем перепрыгнуть. Не знаю, получится у нас это или нет. Нужно как можно больше мощи. И да, мы перепрыгнули. Обалденно. А здесь у нас красный блок. С прошлой серии мы с тобой помним, что они очень взрывоопасны. Прямая подвеска. Это же просто чума. У меня же ни одной машины с подвеской нету. Надо попробовать. В прошлый раз мы его так неаккуратненько уронили и подорвались. Попробуем в этот раз. Ого, как горячо. Давай-ка машинку сохраним на всякий пожарный. А то мало ли разлетится от этого осколка. Еще раз пробуем. Блин, он так шипит. Капец прям. Ладненько. Пробуем его забрать. Блин, главное не уронить. А сейчас сам упадал. Так, он падает. Уху-ху-ху-ху. Нифига себе. У него очень адский взрыв. Давай еще раз его столкнем. Вот так и валим. Да ну нафиг. Я не успеваю даже убежать. Так, 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 так. Вау. Вот так меня подкинуло. Так подкинуло. Мы снова здесь. Есть у меня одна идейка, как достать эту штуку. Короче, я понял. Она взрывается от удара. Ее ни в коем случае нельзя ронять. Мы сейчас попробуем следующим образом. Ой-ой-ой, это была плохая идея. Ладно, поскольку мы не можем ее вытащить оттуда, попробую я своими ручками. Надеюсь, она меня не сильно обожжет эта штука. Лучше я ее вот так вот уроню и бегу-бегу-бегу-бегу. Есть. Обходим ее вот так вот аккуратненько. И толкаем. У-у-у. Блин, она даже реагирует, когда ее кто-то толкает. Короче, я понял. Она реагирует еще так же на движение. Буду ее вот так вот подпинывать. Фу, близко было. Ой-ой-ой. Ну, думаю, вот отсюда уже можно попробовать. Фух, потно. Очень потно. Так. Блин, чуть-чуть промахнулся. Есть, взял. Но не совсем так, как я бы хотел. О, получилось. Отъезжаем тихонечко назад. Куда ее теперь везти? Очень аккуратно надо. Блин, блин, блин. У-у-у. Я думал, она сейчас взорвется. Фух. Пока путь лежит так. Надо посмотреть, где у нас дрон ближайший. Где у нас дрон есть? Да ладно! Здесь дрона нет. Капец, как мне перебраться? Как мне перебраться на ту сторону? Неужели тоже трамплином? Это очень плохо они придумали. Очень прям плохо. Ладно, пойдем соберем монеточки хотя бы. Сколько здесь денюшек, интересно? Ну-ка. Сто монеток. Ладно, фиг с ним пока с этим взрывным блоком. Давай посмотрим на другие блоки. А, все понятно. На этом островке, короче, одни взрывные блоки. А что тут? Здесь просто энергоблок. Ясно. Я понял. Ну что, давай попробуем с ним прыгнуть. Я не знаю, получится у нас это или нет нормально. Вроде едем, пока едем. Хорошо. Хорошо. Теперь останется только перепрыгнуть вместе с ним. Ой-ой-ой, как опасно он. Ладно, посмотрим, что получится. А мы тупо не долетаем. Фу. Фу. Фига себе, он не взорвался. Обалдеть. Вот это мне фортануло. Ну все. Теперь только осталось доехать до нашего дрончика. А он находится вон там. Совсем недалеко. Неужели у нас с тобой появится подвеска? В какой-то веки. Нормальные тачки начнем делать. Привезли. О, да. Прямая подвеска. Разблокирована. Чума. Ну что, пришло время сделать, знаешь что? Какой-нибудь багги. Смягчает посадку и улучшает сцепление с поверхностью. О, да. Значит, это мы удаляем. Ну что, разборочки, разборочки, да? Я тут такой себе мотоцикл намутел. Ты посмотри. Я наконец прицепил эти здоровые колеса. И в принципе все получилось. Но вот когда я разгоняюсь до большой скорости, то начинается неведомая фигня. Точнее, когда я начинаю поворачивать. Смотри, что с колесами происходит. Они начинают танцевать. В разные стороны опять гуляют. Туда-сюда, туда-сюда. Короче, на эти колеса лучше нежелательно поворотные механизмы делать. Если бы не было поворотного механизма, они бы тогда не гуляли и не танцевали. Поэтому надо бы это все дело изменить. Поворотный механизм давай мы сделаем на переднее колесо. А сзади пускай останется колесо с амортизатором. Так, вроде бы едем. Пробуем повернуть все это дело. Ооо, как амортизаторы гуляют. Тяжело им, тяжело, слушай. Машина прям вся скрипит, слышишь? Короче, нет. Пока нам рановато еще для больших колес. Короче, такая штука у нас получилась. Я совместил наш баггик трицикл с предыдущей нашей сборкой. А именно погрузчиком. Только виллы в этот раз у нас находятся сзади. Мне кажется, так намного будет удобнее. И я их еще немножечко удлинил. При помощи наших скоб. Вон там, если ты обратишь внимание, есть скобы. Вот они, вот эти вот скобы. Вот такие вот. Которые мы недавно с тобой подобрали. Так что, вот они пригодились. Ну что? Настало время полетать, чтобы достать обломочки. Правда, у нас маленькие крылышки. Я думаю, что мы не долетим. Ой, как не долетим. Хотя бы на скалу залезть. О, да. Это смягчило нам посадочку. Вот у нас мотоциклетное колесо. Сейчас мы его попробуем достать. При помощи нашей вилки. Я думаю, что, конечно, высоты нам не хватит. Да, высоты не хватит. Даже если мы сделаем вот так. Давай попробуем немножечко-немножечко приподнять всю эту нашу конструкцию. Ну-ка, давай посмотрим в этот раз, что у нас получится. Ну вот, уже другое дело. Вроде бы как достаем. Просто заехать надо с другой стороны. Миссия аккуратный мусор начинается. Точнее, взрывной мусор. Не аккуратный, а взрывной мусор начинается. А, все равно чуть-чуть высоты не хватает. И почему я все время съезжаю? Как меня это бесит? Вот я ничего не делаю. Никуда не еду. Ничего не жму. Все равно скатываюсь. Напрягает эта тема. Такое ощущение, что остров просто плавает. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай. Ну. Блин, надо его подтолкнуть как-то. Ой, 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 ой. Ой. Так, мы немножечко модифицировали нашего пупсика. Давай посмотрим, что у нас получится. Значит, поднимаем. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Чуть наши виллы не сломали. Давай, давай, давай. Вот, подняли, отлично. Я, если честно, даже не знаю, как эта вещь... О-о-о, знаю, 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 знаю. Смотри, что нужно сделать. У нас же с тобой появились замечательные вот эти штучки. Просто чудеснейшие. Они-то нас и спасут. Мы просто берем и удлиняем вот эту штуку. Только ее привернуть надо. Это сюда. Это сюда. Во! Вроде все получилось как надо. И еще, и еще, и чем. Нам не помешали бы грузики. Еще парочку грузиков надо накидать по-любому. А то нас перевесит к чертям. Ну-ка. Отлично. Все держится. Ой, какая-то плохая конструкция вообще. Еле весы выдерживают. Может быть, еще подбавить? Давай еще как. Два блинчика накинем. Просто капец. Ну вот уже получше, но не совсем. Значит так. Охватываем эту горочку. Давай. Вот так. Почти охватили. Поднимаемся. Угу. Заезжаем сюда. Ну ты уже понял, да, что я хочу? Аккуратно. Стоп, 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 стоп. И просто захватываем эту штуку. Ну блин, покажите, как я захватываю. Вот так вот мы ее захватываем. Да блин. Дерево чертово, чертово дерево. Опс. Тихонечко, тихонечко. Вот так вот. Вот так вот. Главное не перевернуться. Надо ее опустить. Долбанное дерево мешается. Вот так. Опускаем. Все. Мы достали это чертово мотоциклетное колесо. Наш мини-пупсик просто шикаренький. Надо у багги тоже такой же подъемник сделать. И будет просто шикарно. Падаем. Вот. 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 О чем я тебе говорил. Надо побольше блинов сделать. Ой-ё. Блин. Упал наш камушек. Ладно, думаю, подтолкнем. Ничего страшного. Сейчас затолк. Ой, как же это было нелепо. Делаем вот такую штуку. И накидываем сюда блинов еще. Прям побольше. Итак. Наша вот эта мосипучка теперь весит. Как бэтмобиль. Ты помнишь, да, каких размеров бэтмобиль? Просто капец. Тяжелевная штука. Но зато мы теперь не должны перевернуться. Операция. Дубль два. Поднимаем. Теперь наши вилки сжимаем. Ага. Даже чуть разожмем. Чтоб там комфортно нашему камушку было. Поднимаем его чуть-чуть. Еее. Тихо, 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 тихо. Блин, все равно. Все равно. Вес нас плохо удерживает. Черт подери. Попускаем его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Покатился, покатился. Но, слава богу, не взорвался. Опять та же ситуация случилась. Не знаю, получится. Нет, у нас не получится поднять эту штуку. Хотя попробовать можно. Черт подери. Кто бы знал, что так получится. Можно, в принципе... Так, давай, заезжаем. Опускаем. Оп, опачки. Вот так вот делаем. И все. И все нормально. Ой, тихо, не вываливайся. Тихо, не газуем. Не газуем, не газуем. Аккуратненько. Вот так вот. Мотоциклятное колесо доставлено. Ага. Кто бы мог подумать. Что ж, пойдем попробуем теперь достать квадратную, огромную глыбу мусора. В прошлый раз мы ее с тобой видели, но не знали, как ее доставить сюда наверх. Вон она лежит. Я, честно, даже до сих пор... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж творится-то? Фигаси. Фигаси. Мы целенько, целехенько упали. Ну что, давай попробуем поднять эту штуку. Я не знаю, насколько она тяжелая и хватит ли нам наших вилок. Нет, вилок нам точно не хватит. Нужно это все дело как-то... Как-то, короче, увеличить. Но если мы это увеличим, наша конструкция точно рухнет к чертям. А что, если мы попробуем его взять за грань? Давай попробуем за грань взять. Может, зацепимся? Каким-нибудь макаром. Вот так вот. Теперь сжимаем. Не получается за грань его взять. Слишком он скользкий тип. Ну хорошо, а если мы его просто попробуем закатить наверх? Должно же получиться. Просто туда его закатить. Не париться с нашими... Сейчас я уберу. Не париться с нашими вилками. Вот таким вот образом. Давай, поехали. Ладно, давай попробуем муравьишечку нашего позвать. Муравей! Тебе нужен. Без тебя никуда. В мощи у нашего муравья просто дофигища. Так что, я думаю, должно получиться. Ну-ка. Нет. Нет. Не получится. А если с разгонщика? Давай, 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 давай. Давай. Эх, черт подери. Сложно муравью, сложно. Слушай, а давай мы еще муравью двигатель поставим другой. Желательно несколько таких двигателей мощных, огромных. Угу. Два двигателя, еще один сзади. Вот. Должно быть нормально. Просто убер мощно. Ну что, давай попробуем, посмотрим, получится у нас это или нет. Давай, 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 давай. Да, получилось. Обалдеть. Ай да муравей. Я верил в тебя. Ну, конечно, три таких мощных двигателя, еще бы он не затащил туда. Вот чудо тебе блок. Энергоблок разблокировано. Космический корабль готов на 39%. У-у-у-у. Почти половину собрали, почти. 40% это, конечно, не 50, но мы близко к этому. Ну что, я думаю, что пора закругляться. Уже глухая ночь на дворе. Ни черта не видно, даже мои фонари не справляются. Особенно я еще в скафандре сижу, это просто вообще тупизм. Почему я сижу в скафандре, когда ночь? А когда вылазью, я скафандр снимаю. Ну, видимо, техника безопасности, ОБЖ, все дела. В общем, мы сегодня открыли два взрывных мусорных обломка. Это прям достойно лайка. Собрали Бэтмобиль и еще парочку новых машинок, полезных причем. Приблизились к сборке космического корабля. Очень хочется собрать уже какого-нибудь там летуна. Не знаю, вертолет или самолет. Очень прям хочется. Если тебе тоже хочется, то пиши об этом в комментарии. А также подписывайся, не забывай ставить лайкосы. И увидимся с тобой на следующей неделе. Это был Трейлмейкерс. Пока.